Второй блок у нас гости в студии. Это Сергей Евстигнеев, руководитель детско-юношеского гандбольного клуба «Юниор» и Александр Деркач, главный тренер детской сборной Саратова по гандболу, юношей 2003 года рождения. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! В Саратове недавно прошел второй детский турнир по гандболу, посвященный рождению норвежского полярного исследователя Фрисёфа Нансена. Хочется спросить, почему, собственно, этот турнир был посвящен именно ему и о чем он, какие его результаты? Я начну? Да, пожалуйста! Вообще турнир организовали с одной целью – это развитие детского спорта. Когда в прошлом году федерация гандбола Саратовской области и детский юношеский клуб при федерации задумывались о турнире, стали, естественно, искать в честь кого сделать турнир, чтобы было имя значимое, чтобы все знали, чтобы всем было интересно. И остановились после обсуждения на Фритёфе Нансене. Почему именно Фритёф Нансен? Мы посчитали, что второго такого героя для Саратова в 20 веке равных Фритёфу Нансену нет. Фритёфу Нансена, к сожалению, все знают только как ученого, полярного исследователя, спортсмена. Однако жители Саратской области за редким исключением не знают, что Фритёф Нансен во время голода в Поволжье, это 21-23 год прошлого века, 90 лет назад, принял активное участие в спасении людей здесь у нас в городе Саратове, в нашей Саратской области. И по мнению саратских ученых, как минимум миллион спасенных жизней саратовцев, миллион, один миллион, это как минимум на... Благодаря ему было спасено столько людей. Миллион, это что такое? Это, возможно, каждый третий, ходящий по улицам города Саратова, ходит по этим улицам только благодаря тому, что благородный норвежец приехал в воюющую Россию, в то время шла гражданская война, красный террор, диктатура пролетариата, и приложил все усилия, чтобы людей спасти, спасти предков сегодняшних людей, которые сегодня вот и благодаря ему ходят по улицам города Саратова. То есть нам показалось это достаточно, чтобы назвать наш турнир детский именем Фритьев и Нансена. Мы хотели бы, чтобы и люди знали, наши саратовцы знали о нем, потому что, к сожалению, очень мало информации, очень мало. Вот поэтому Фритьев и Нансен. Это миллион спасенных. Кто принял участие в этом турнире? В соревнованиях принял участие 12 команд. Он получил в этом году статус международного турнира. К нам приехали гости из Белоруссии. Две команды. Это чемпион Белоруссии и серебряный призер Белоруссии. Это команды Ротсор Минск, Республиканский центр Олимпийского резерва. И команда СКА Минска. Команды из Суперлиг, если в них развивается как детская спортивная школа. Хорошие очень команды были. И также к нам приехали гости из Казахстана. Это команда из города Актабе. Тоже чемпион Казахстана. Помимо этих команд были и... Мы посмотрели одни из сильнейших российских команд. Это команды Тушна Москва, сборная Ростовской области. Команды города Тольятти, Подмосковья. Команды еще какие у нас были... Ну и несколько команд из Подмосковья. Ну и команда Саратова, которая была организатором этого турнира. И вот... Вы пришли с Кубком? Да, буквально можно сказать, мы попали с корабля на бал. И в пол третьего закончился наш турнир. Было награждение команды. И мы вот сразу оттуда приехали к вам в студию. Мы заняли первое место в интересном матче. Шикарный матч был. Мы играли с командой СКА Минск. Первый тайм прям как было на качелях. Начал матч мы проигрывали. Потом мальчишки собрались. Ну, одержали уверенную победу. Но был матч очень зрелищный. Вот мы выиграли 6 мячей. 26-20. И заняли первое место. А в призер попали... Второе место заняла команда Ростов Минска. Третье вот как раз команда СКА. То есть получилось так, что у нас российско-белорусское... Российский-белорусский подиум. Да, подиум был, да. Ну, вообще, как говорят другие команды, практически все матчи были в такой напряженной борьбе. И уровень очень высоких команд был. Прежде команд был, да. А в России как себя сегодня чувствует такой спорт, как гандбол? Вот он и является действительно массовым. Потому что у нас, как обычно, президент занимается каким-то видом спорта. Да, там бадминтоном, зюдой. Его поддерживают. Горной выжи, да. Да. А вот с гандболом как ситуация обстоит? В Саратове и в России? Ну, с гандболом, как бы, у него большие традиции в этом вида спорта. Он один из тех видов спорта, который больше всех из игровых занимал призовые и чемпионские медали, как чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. Ну, это был... Имеет в виду СССР и Российский? СССР и Российский, да. Вот сейчас, конечно, уровень упал. Ну, в связи с экономической ситуацией. Да, был такой период, что немножко об этом виде спорта подзабыли у нас. И вот сейчас, мне кажется, идет вторая волна, где мы, и мы с вашей стороны, именно как город Саратов, тоже принимаем... Вот сейчас вот, я думаю, уже о нашем турнире, о нашем российском гандболе уже знают Беларусь. Скажут, ага, вот это здорово. Мы победили чемпионов Беларуси, Казахстана и другие. Но вот в Норвегии об этом турнире также узнают. Поэтому сейчас вот у нас нападение. А в Саратове большой скачок мы совершили за это время. Все началось, конечно, с детского гандбола, когда было с нуля создано... Просто не было никакой базы, и мы там несколько тренеров начали пробовать, набрали детей. Сейчас дошли до такого уровня, что у нас есть достаточно сильная по всем возрастам команда детского уровня. Но и самое главное, к чему нам стремиться, мальчишкам, это попадание в основную команду. У нас в Саратове команда Суперлиги, которая в этом году уже бьется на равных со всеми командами. Команда называется Сгал Саратов, и руководством поставлена задача попасть в Юрокубки. Кстати, завтра они играют в свой очередной матч, поэтому в 18.30 фок юбилейный мы приглашаем всех болельщиков, и будут играть с командой Энергия Воронеж. Поэтому есть что-то гордиться, и уже сейчас даже в нашей команде появляются уже саратские воспитанники. Я думаю, что через несколько лет, ну, по крайней мере, через пять точно, когда наши детишки подрастут, мы уже увидим в основной команде, команде мастеров, именно наших, саратских, набранных с нуля мальчишек. Ну, поддержка со стороны государства, я так понимаю, есть, если есть успехи. Здесь, знаете, такое, как бы, двояко, как бы, тяжело сейчас. Мы активно сотрудничаем с Министерством спорта, нам сейчас и гонбольный клуб, как сам помогает, стараемся. Во многом и родительский комитет, ну, а как бы без этого деваться, как бы. Ну, потихоньку. Ну, я хотел бы, знаете, еще отметить Николай Иванович Кузнецов, это ректор СГАО, потому что на его, вот, любви к виду спорта, и на его, значит, вот этому очень много тоже строится. То есть, он реальный человек, который помогает и клубу СГАО, клубу Суперлиги, ну, и детскому гонболу. Вот, а, как Александр Анатольевич сказал, если, конечно, СГАО выйдет у нас, вот эту задачу выполнить и выйдет в Еврокубке, конечно, мы в Саратове увидим лучшие команды Европы, которые будут приезжать, играть, ну, это тоже интересно. Вот, кроме того, вот у нас сегодня турнир, детский был турнир, они, детские турниры по накалу, они иногда даже превосходят взрослые турниры. То есть, там, до полуобморочного состояния родители, там, выносят, которые болеют за своих детей, там, дети бьются, они же, понимаете, они не могут, они идут как последний бой. Дети, то есть, они не могут идти на компромиссы, дети никогда не договариваются, знаете, как бывает такой договорный матч, это невозможно с детьми, там, так далее. И гандбол такой вид спорта, он настоящий мужской, во-первых, он контактный вид спорта, вот, требует мужества и силы. И у нас вот сейчас этот спорт развивается, я бы рекомендовал родителям мальчишек саратовских, если вы хотите, чтобы у вас вырос настоящий мужчина, отдавайте в гандбол и никогда не пожалейте об этом. Никогда. Вернули у нас официально нормы ГТО, примерно неделю назад подписал указ президент. Вот, я так понимаю, вы относитесь к этому положительно, да, то, что вернули нормы ГТО, правильно я думаю? Вы знаете, вот я когда размышлял над этим, что такое ГТО, в принципе, ГТО это набор стандартов. То есть, в свое время в Советском Союзе был набор стандартов ГТО, ну, так как Советский Союз был таким специфичным государством, да, связанным вот постоянно с обороной какой-то, мы постоянно с кем-то враждовали, поэтому у нас это называлось, значит, готов к труду и обороне, естественно, да, но были стандарты, мы сами из советских школ вышли, то есть, ты должен был 100 метровку пробежать за определенное время, да, ты должен был на лыжах пройти 10 километров, гранату бросить там и так далее. Вот это был набор стандартов. Сейчас, то, что государство возвращает такой набор стандартов, ну, под таким немножко старым брендом, вот ГТО... Гранаты бросать будем, как думаете? Я думаю, сейчас дойдем до этого, да, будем. Это вынуждено? Нет, я думаю, что это только для развития броска. Кстати, для развития броска я могу порекомендовать гонбол. Все гонболисты, мальчишки 10-12 лет, швыряют гранату так, что она улетает там и ее не найдешь. То есть, у них бросок очень сильный поставлен, вот. И, то есть, сейчас я думаю, что государство хочет сделать в школах ввести какие-то тоже стандарты. Например, стандарты по физике и химии легко ввести, да? Это экзамен по физике и по химии, и где проверяются знания. По спорту какое-то время этого не было ничего. И, то есть, было трудно как-то оценить детей, как готовят школы, какими дети выходят из школы подготовленными, да, физически. Вот эти стандарты, наверное, для этого и признаны. То есть, если откровенно ничего плохого я в этом не вижу, ну, может быть, за исключением названия. Вот как-то, ну, оно старое, все-таки такое замшело немножко. Вот. А сам набор стандартов, что ребенок, выйдя из школы, должен хорошо бегать, быть ловким, быстрым, прыгучим. Вот. И уверенным в себе. Сергей Васильевич, ну, кстати, вот вы сейчас сказали, вот эти качества перечислили, они, можно сказать, и характеризуют гангбул, где нужно. Вот настоящий гангболист должен хорошо бегать, прыгать, бросать, быть ловким, прыгучим. Вот это все, как бы, это же раньше, насколько я понимаю... Может, вместо ГТО гангбол тогда? Мы только за. Мы только за. Не, ну, раньше, насколько я знаю, вот, рассказывают мои друзья, более старшие товарищи, когда служили в армии, когда говорят, а, к нам пришел, там, чем занимался? Гангбол, то есть сразу, потому что, ну, в гангболе в армии нужно бросать гранату, мяч бросать. Любой солдат. И именно как раз вот это все качество и наш вид спорта. Плюс еще один, например, нюанс в пользу, например, нашего вида спорта, да, который мы очень любим, это то, что, например, гангбол входит в подготовку, физической подготовке военнослужащих скандинавских государств. То есть они играют, все скандинавы играют, ну, там вообще развит гангбол у скандинавов, ну, и военные играют, развиваются там и так далее. Потому что, то есть вот эта подготовка юношей, там, и мужчин, которые дают гангбол, она позволяет им потом очень легко себя чувствовать во всех сферах жизни. Ну, все-таки, а ГТО, раньше, получается, вот ввели нормы ГТО, раньше физкультуры как-то не хватало для развития здорового образа жизни у народа России. Потому что какой главный мотив, когда говорят, вот мы ввели ГТО, да, чтобы российский народ был здоров. Это замечательно. А разве вот без физкультуры, то есть раньше же была просто физкультура, этого недостаточно? Вот я к чему веду. Опять же, знаете, мне кажется, что ГТО – это просто проверка потом. Это результат того, к чему дети пришли в результате занятия физкультурой на уроках. Вот, то есть они не просто сидят, они не просто, например, где-то там, я не знаю, чем-то занимают. Ну, то есть отчасти такие, ну, как в спорте, есть цели определенные, да? Да. Получается, чтобы вы ставили. Да, ну, просто чтобы можно было проверить детей, например, поставили мальчишек, они 100 метровку пробежали за 11 секунд. Вот, то есть оно, чтобы они пробежали 100 метровку за 11 секунд, мальчишки, их надо тренировать. Просто так не пробежишь. Вот, вот и все. Мне кажется, только это. Хотя я бы, например, если бы меня спросили, что еще нужно, я бы сказал, что лучше бы увеличить финансирование детского и юношеского спорта в России. Потому что, к сожалению, у нас, знаете как, у нас, когда подходят чемпионаты Европы, мира или Олимпийских игр, вся страна, в общем-то, руководство страны, вся страна, мы хотим результата, мы хотим медалей, мы хотим побед там и так далее. Ну, в общем-то, так очень любая страна, любая страна, да? И потом на Олимпийских играх, чтобы, например, нам победить, да? Мы даем южному корейцу гражданство, мы даем американцу гражданство, да, перспективным ребятам. Вот. Я бы посоветовал вложить деньги в детский и юношеский спорт, и через 10 лет нам не нужны будут ни корейцы, ни американцы. То есть талантливых мальчишек вырастят, тренеры, вырастет спортивные школы талантливых мальчишек. Плюс еще один огромный. Мы мальчишек, которые стоят на распутье пойти в спорт или пойти на улицу, мы их вовлечем в спорт. То есть автоматически мы снизим уличную преступность таким образом. То есть увеличив количество, например, спортивных сооружений, спортивных школ. Я вот не профессиональный тренер, просто я занимаюсь, ну, как менеджер в детском и юношеском клубе. И вот в Саратове у нас, у нас же огромное количество тренеров, прекрасных тренеров, да, вот у нас гонбольные школы. Вот, кстати, говорят, мало получают еще тренеры. Ну, это было всегда. Всегда. Педагоги в России, в общем-то, учителя и спортивные тренеры, и врачи всегда, в общем-то, государство, к сожалению, никогда эти профессии не ценило. Вот такой очень важный момент, я как тренер говорю, что когда мы начинаем работать, именно сейчас, допустим, много или мало получаю, как бы такой, ну, вроде бы там, хватает, так скажем, на жизнь. Но основная проблема в том, что вот новый человек приходит работать, он приходит, ему надо набирать самых маленьких мальчишек. Я не важно, я говорю про гонбол, про любой вид спорта, и у него зарплата там 6-7 тысяч. И поэтому сразу пугает, вот это самый плохой такой момент, который отпугивает многих молодых специалистов, и без поддержки, и тут очень тяжело. Конечно, потом вот кто-то, именно некоторые бывают такие, которые, несмотря на все это, ну, так скажем, люди же преданы, идут, идут, там, потом они вымучивают от зарплаты, добиваются. Ну, именно многие просто именно пугаются вот этого и боятся, сходят с дистанции именно, потому что, конечно, ну, невозможно. У нас вот сейчас, допустим, спрашивают, хотят, ну, а так вот, что, как? Я говорю, да никак, говорю, в первое время ничего не будете получать. 6-7 тысяч максимально, ну, как вот за эти деньги прожить уже? Вот это, конечно, да. Но я хотел бы сказать, что, в общем-то, в России всегда было так, учителя, в общем-то, учили не за деньги, к сожалению, я имею в виду, всегда учителя учили, любили детей, и учили их за, потому что они, вот, они такие русские учителя, такие же были военные, у нас умирали солдаты за родину, не за деньги, защищая родину, у нас та же самая с журналистами, журналистам пробивают голову, их убивают, но они выходят и говорят правду, доносят, делают свою профессиональную. Тут и тоже не за деньги, потому что жизнь или угрозу здоровью никогда не оценишь деньгами никакими. Поэтому вот у нас такая страна, у нас тренеры бесплатно, в общем-то, тренируют, врачи лечат бесплатно. Тренинграсили, честно, есть прям минутка, не минутка, даже 30 секунд, а постараюсь рассказать, как бы, свою историю, что, когда я начал работать тренером, мне продолжили работать, у меня зарплата была 1100 рублей, ну, это было, там, в году, там, в 2003 году. Ну, как-то и очень. Да, и меня в это время забирали в армию после высшего образования, я набрал детей, позанимался с ними где-то месяц-два, и меня забирают в армию, я на год ухожу, через год я возвращаюсь к этим мальчишкам, ну, это, я не смотрю, я говорю, я не буду у вас работать, ну, я просто говорю, мне тяжело за эти денежные средства. Я смотрю, они плачут, говорит, Александр Анатольевич, нас не бросайте, говорит, ну, мы, говорит, мы вас же целый год ждали, говорит, возвращайтесь. Я смотрю, ну, как таких детей бросить. И вот остался работать, эти, ну, очень приятные, ну, у меня просто слеза пробилась у меня, ну, вот так, и вот стал работать с тренерами. Ну, и мы очень рады, что Александр Анатольевич остался работать, потому что та команда, вот, которая сейчас выиграла этот кубок 2003 года, мальчишки, они начинают в этом году участвовать в первенстве страны, и у этой команды, Александр Анатольевич, есть все шансы стать чемпионами страны. Как минимум призерами, то есть в истории саратовского гонбола такого еще ни разу не было, чтобы команда Саратова стала чемпионом России. То есть, благодаря вот трудам Александра Анатольевича, как бы, он команду подготовил, там, конечно, вы знаете, это дети, и это спорт, да, бывает по-всякому, но у этой команды есть все шансы стать чемпионами. Вот, поэтому вот, Александр Анатольевич, мы считаем, сделал правильный выбор в свое время. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию, спасибо, что рассказали обо всем, за интересный разговор в целом. Спасибо вам. У нас в студии был Сергей Евстигнеев, руководитель детско-юношеского гонбольного клуба «Юниор», и Александр Теркач, главный тренер детской сборной Саратов по гонболу среди юношей 2003 года рождения.